добрый день вот она на багажник тряпочка ложится сам шил такая она толстенькая это вместо амортизации вот такие вот у меня эти железки сделал на фанеру два болта и эти самые планки сейчас покажу для чего это делается установил фанеру а вот эти планки под низ завожу ну и закручиваю на барашки вот для этого дела я собственно и все и делал сумку я закрепил вот на такие пластины шурупы вместе шурупы прикрутил в багажнику на всякий случай вот тут пустил такие пластины на саморезы прикрутил под низом вот так вот у меня на барашки на граверы это сашины родители заказали нам тушенки по дешевке вот завтра ценный гроз повезу сюда все упакую вот так это будет выглядеть а тут еще между банками картонку по вставляю закрою и стяжками еще на всякий случай сделаю чтоб точно потому что дороги у нас очень ровные груз надо довести целости сохранности вот так эта штука у меня получилось компактно но тяжелёчая зараза я с таким грузом еще никогда не ездил я надеюсь не упаду это жалко конечно будет разгрохать все полностью переключился на маленькую на большую лучше конечно пройти чтобы силы не так тратить сейчас наверно пройдусь лучше у меня и на на багажнике там хоть записывается записывается у меня и на багажнике 6 килограмм весах и на плечах еще на плечах на плечах не знаю да точно есть а может быть и 3 тяжеловато я говорю после работы сегодня смену отпахал а теперь с миру еду все солнце так жарит задолбали эти машины не дают поговорить что мне жарко капец сейчас надо где-то в теньке стать попить и и этот ботончик скушать немножко подкрепиться поехать туда всего 40 километров раз на горку залезу когда остановлюсь перекушку только тут а ну да он 11 километров проехал немножко надо оставлять елки мотал тет жарище у меня в бабосе бывшем я вот здесь он дырочку просверлил надежде что я нырять с ним все равно этим боксом не буду это самое думаю на велосипед я собаку а вовом аквабоксом этим езжу думаю слышно будет их его знает потому что вот эти машины ездят туда-сюда неизвестно что будет а я вот такую штуку сделал это у меня а я же там в начале видео покажу если если я вставлю его эту сумку вот такой дождевичок у меня вот такой вот фирмочки дождевичок купил фух потому что туда не шел этот самый дождевик ну вот этот шон чтобы ярко было оно конечно тут не сильно он ярко а на солнце ярко но ярко-оранжевая ладно сюда вас поставлю а сам пока перекушу и попью вот такие эти батончики я покупаю кто там с украины а т.б. если вы знали это вернее если украины вы по-любому знаете они вкусные а что они дают я хрен его знает дают что-то я кушаю она вела сотку еле покупаю том году в том году еле покупал а в этом а в этом году а из-за этого вируса поставок нету вот теперь в сентябре вела сотка будет а чем его подкармливаться я не знаю я думаю у меня плохо видно на бананы во первых они объемные на во вторых на жарюки они быстро в кашу привозятся это у кого спортивные эти велосипеды те за три часа в том году ну они что в том году что в каком за три часа проезжают а я за шесть часов проехал я говорю на солнце из бананов будет каша пока я доеду а а а Продолжение следует... Вот что я говорил насчет бананов. Бананы уже потемнели. Я брал бананы, они полностью желтые, без темного были. А проехал я сколько там, полтора часа, и они уже потемнели. А когда в марафон, то вообще они черные будут, наверное, на шарюхе. Покажу вам шамрайку, кто тут не был. Кто не местный. В принципе, тут и показывать нечего. Речка. Наверное. Наверное, речка, я не знаю, что это такое. Ой, бедная попа моя. Ой. Фух. Ёлки-моталки. Еще 10 километров. Я съел до этого батончик с этим. А чем я съел? Что-то я забыл. А с этим. С апельсиновым вкусом. А сейчас этот поем. Вот такой вот. Вот он, вес успел. Сейчас он этот самый стелу засниму. Немножко побью. И уже добью. Последние 7 километров. Сейчас я вот тут велосипед поставлю. Вот так вот. Ой, блин, солнце. Вот. Вот так вот. А вот там... А нет. Я думал, горка больше 10 процентов. А там пишется сейчас вот. Вон, видно? 10 процентов. И вон она, горочка. Ну, а сюда она не видно, что она крутая. Сейчас там еще горочку поснимаю. Тут далековато, не видно. Ой. Поехали последние. Так, сколько у нас? 34. 6 километров последние. Тут, конечно, с багажом опасно ехать. Тут сейчас тормоза буду стирать. Потому что дорога неровная. Чтобы сильно не разгоняться. А то мало ли. Не успею. Вдруг яма будет внезапно. Не успею затормозить. Вот 28. 28 километров в час. 37. Сбросил на самую легкую. Пока что еду. Не. Не, надо пешочком, наверное. Не. 5 километров в час. Педали кручу. То я и... И... И пешком 5 километров пройду. Мы после Донецка, когда сюда переехали, ну, в Турцию, потом сюда, с родителями, с Ашиными жили. Тут работали, устроились на одну фабрику печенья. Ну, короче, фабрика печенья. Кто украинцы, может, знают, грона такая есть. Да они и за рубеж тоже грону делают, в принципе. Решил так рассказать. Регламу сделаю гроне. фабрика, кондитерская фабрика в Сквире. Жены хватило на полгода. Потому что... Ну, мы вдвоем туда устроились. Потому что отношения к людям как к собакам. В прямом смысле. меня хватило на полтора года. И то, почему меня хватило, я бы раньше ушел бы. Во-первых, в Сквире не сильно так много работы, где более-менее платят. Там платили более-менее нормально. Ну, поэтому и больше людей выхода другого нету, где работать. Поэтому отношения и были такие, как к собакам. Ну, там не сам директор относился как к собакам, а начальство. А начальство те же самые сквирские. Возомнили из себя больших начальников. В чем там... Почему... В чем сложность? Ну, работать по восемь часов это плюс. Минус ночные смены. Что я, жена никогда не работали ночные смены. Поэтому... Ну, конечно, втянулись, но с таким графиком... С таким графиком не сильно втянешься. Получается, четыре ты работаешь. Ну, четырю смену, потом и два выходных. А после ночи, получается, ты четыре отработал, один отцепной, но отсыпаешься, и всего лишь один выходной. Вторых, за все штрафуют. Там вот, допустим, ты прав или не прав, все равно от тебя штраф. Допустим, идет тесто. Я сейчас вам порассказываю, вы печенье не захотите кушать. Так, в принципе, оно все так делается. Это просто мы понасмотрелись. Мы понасмотрелись. Теперь мы гроновское печенье... Мы до этого, конечно, его тоже не ели, но и не хочется. Другие эти самые... Другие, конечно, я ем. Ну, и жена ест, потому что мы что-то не видели, как оно производится. А тут мы посмотрели. Тесто упало. Ну, идет конвейер, тесто упало. Там не по твоей видне, просто конвейер, оно выпало. Ты это не увидел. Там кругом камеры, охранники лазают. Ага, тесто упало. Штраф. Там печенька идет по конвейеру, там упало одно. Штраф. И вот за каждую вот эту мелочь там раздавилось печенье. Штраф. Там грязно. Штраф. И вот из вот этой большой зарплаты остается минималка, скажем так. И вот это самое. Что отношения, что перекуры я молчу. Там перекура вообще нету. Вот как ты заходишь утром, ну там в смену в начало, тебя никуда не отпускают. Вот ты как встал на рабочее место, так ты стоишь. в туалет тебя не отпускают. В туалет тебя отпускают. Это надо прям проситься у этих начальниц, ну у мастериц, скажем. Бригадиров, как их назвать. Прям чуть ли не на коленях надо падать, чтобы тебя в туалет отпустили. и вот стоишь по 3, по 4, по 5 часов этих самых. Обеда там никакого нету, потому что эта лента идет, никто естественно не останавливает. Вот эти штрафы. И короче, я говорю, жену хватило. Ну это сейчас так я рассказал, ничего тут сложного, скажете, на многих таких предприятиях. Да, согласен. А на многих, что как с человеком тебя с тобой относятся, а не как с собакой. И вот это же ее хватило на полгода, а меня на полтора года. Почему? Потому что я как раз деньги собирал, ну чтобы мы у родителей жили. А мы хотели в Белую церковь переехать. Там и работы побольше, и заработок побольше. И вот это я как раз работал, что деньги собирал. Ну чтоб там квартиру на первое время снять. Ну и на еду, естественно. Короче, заговорил я вас. Может кому-то оно 300 лет не надо. Кто-то промотал да и все. Ладно, поехал я дальше. Тут осталось уже. Сейчас будет уже этот уже скиру короче. Я уже заезжаю. Я тут поснимаю кое-что. Оба-на! Ой, я не переключился. Я не переключился. У меня стояла самая маленькая и самая большая. короче... Вот самый центр. Там сейчас будет написано Это город Скилира, 1390 года. Я неинтересно, ей беспокоится. Чего ты кричишь, Динка? На, Динка. Ох и Динка. Ой. Ох и Динка. Да подожди ты. Надо вот это как-то поставить, а то мутовер тяжелёчий. А может в клетке кухни? Да вот это уж сейчас закакает меня. Динка, Динка, иди ко мне. Иди сюда. Да, тут гость приехал. Редиску кушает. Ага, покушала. Всё, покушала? Иди на уши поставь. Поставь уши. А, я забыл. Это ж в погреб. Забыл. Забыл. Это ж в погреб пойдёт. Ой, какая девочка. Ой, какой палец вкусный. Не укусит. Успокаивайся. Ты, кажется, она успокоится. Меня полгода не видела, али больше. Да? Не лизайся. Не лизайся. Не лизайся. Куда лазить? Ну, получше, чем деревянная. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Времянка. И... Можешь залезть. Вот здесь вот будет смотреть. Вот сюда вот. Вот так вот. Доски положим. Чик-чик, залазиешь. Становится. И вот это вот. Если надо что-то повыше. Вот я сделал ещё этот сам. Сюда доски ещё положишь. это это я дом когда будем за дело я становился сюда на это для дома я думал по дереву за дерево и дерево и по дому за дерево вот я в себе говорю вот положил в госту а когда дом будет и сюда и сюда это может залезть попробовать сегодня подоставали завтра будем перебирать его на посадим не вот почти вот такой вот тепленько 8 утра тепленько дадим к даже жаркий что ты тазу за пузо шот это за пузо тут валяется ой какая пузо хорошенькая да ты пузо хорошенькая все все хватит пузо да вообще тепло да тут конкретно я в последний раз было нож нет не сильно было надо это я не начали вот это разбирать и вот эту доску а так это они я говорю я не видел этого это два года назад когда нам кольцо делал два года назад да я сюда и не заходил я все там в огороде и вот это же видишь вот эта семья она где-то там или что я даже не знаю мы не видели тоже поначалу сами а потом уже она с нашего на столбе вот это должно стоять ну да не а не ну ну конечно вот это вот каким-то образом надо и вот эту доску я что-то так думаю поднять вот так вот его что-то положить а потом отбивать вот эту доску и выше ее проделать а ты видел это что я новое сделал винограде не не видишь меня дополнительный столб это специально делаю для винограда и для этого для огурцов мы сюда будем натягивать а на сетки мы купили уже не такие как у того мы покупали такие хлюпенькие а такие большим очков мы такое вот а тут много радовая короче как огурчики вылезут начнут цепляться так мы сразу эти на и все и поползут они у нас по наделали вот она ровно и он оба и вот как его поднять и хрен его знает это всю крышу на разбирать надо ух ты ё-моё хорошо шума на него не поставить вот а может он и и вниз и ушел ну как если он обломал так там трухлявая и она села а 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 вот только поднялся только выехал со сквиры уже мокрый весь время час а сегодня передавали двадцать семь градусов ой-ой-ой пирожок помчался азует он как супер машина фух да вот деревца единственное нашел пока поднялся сейчас немножко я пешком подымался сейчас немножко отдохну да поеду еще что за за грону рассказываю этот самый вот допустим печенье с изюмом сейчас вам напрочь отобью охоту грон гроновское печенье есть печенье с изюмом не помню как называется но какая разница вот она на конвейере идет получается с коробки берешь изюм насыпаешь тут этот конвейер он там это сама дырок много она все падает на пол потом ты этот в конце смены ну или в конце или в середине веничком подметаешь изюм и опять туда же на конвейер пойдите ничего страшного не добрать не пропадать же добру потом масло не масло маргарин то же самое на ленту на конвейер укладывают она все подымается по по конвейеру тоже самое бывает там где-то что-то остановилось масло опять на пол падает ну маргарин опять ложишь на конвейер пойдите с мусором совсем на свете руки там никто не моет это все когда вот это на видео показывают как там все стерильно ничего там стерильного рабочие руки не моют в чем ты пришел ну ладно там перебувайся переодевайся ладно туалет сходил помыл руки молодец не помыл и так пойдет есть конечно намного похуже комбинаты ну я за этот говорю я же не говорю я тоже печенье другие ем другим фильм я не знаю как там на тех комбинатах может и похуже я просто этого не видел поэтому поэтому я его ем также хлеб то же самое нужно все то же самое просто маленькую рекламу сделал этой фирмы не не конкретно шок вы не покупали а просто для этой фирмы вот и белая церковь вот и приехали почти а